2017 год пройдет под знаком охраны окружающей среды. Сегодня в Москве дали старт Году экологии. В мероприятиях участвует и глава Чувашия Михаил Игнатьев. С подробностями Ольга Пырочкина. Добрый вечер, коллеги. Сегодня, 6 декабря, на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня» в формате телемарафона дали старт Году экологии. И это за 25 дней до начала 2017-го, что, впрочем, неудивительно. Еще в марте тогда глава администрации Кремля, а сейчас спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов говорил, мы не собираемся ждать календарного 2017-го года. Мы хотим начать работать раньше. Потому что, давайте быть откровенными, за один год все экологические проблемы в России решить не удастся. Но важно начать движение, в том числе и на крупных промышленных предприятиях, которые тоже наносят серьезный ущерб природе. Но если так резюмировать, по-моему, настало время в России прибраться. На 12 месяцев следующего года запланировано 600 мероприятий во всех регионах страны и намечено несколько крупных блоков работы. Это новая система обращения с мусором и бытовыми отходами, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, снижение выбросов, выгрызняющих веществ в окружающую среду и другие. И вот диалог между регионами решено ввести с помощью вот таких телемарафонов, когда выступления спикеров транслируют в прямом эфире на разных интернет-порталах и слушать их могут все желающие. Первый телемарафон посвятили обсуждению планов работы на 2017 и созданию первого общественного экологического телевидения. В аббревиатуре или сокращении получается «ПАЭТ». В каждом регионе страны разрабатывают свою программу работы на год экологии. В своем выступлении глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал о том, что запланировано в республике. Это рекультивация пехтулинской свалки, продолжение строительства объектов полигона ТБО, модернизация биологических очистных сооружений и модернизация на водоканале в Чебоксарах. А подробнее, коллеги, я расскажу вам уже завтра.